Видите, эти организации новые. Еще бросил топор. И вот огородили они ленточкой. Видите, как копают. Да еще пошел. С собой нету. Аппарат не взял. Другой раз пошел. Оказывается, экскаватор копает. Там земля тоже что-то есть. И он сразу грузит эту землю. Значит, она ему не нужна будет. Засыпет другой. Все заснял как надо. Людей, машину, КАМАЗ. Пришел домой, записи нету. Я еще могу сказать. Вечером вот уже сейчас. Сегодня вторник, 30 мая 2020 года. Пришлось снова идти. Вот у меня два раза купаются в день. Утром и вечером бросаю палку. Я потом покажу отдельно, как делается это. И пришлось сейчас идти заново. Видишь, они там что? Тоже подготавливают, видимо. Может, даже там тоже будет дорожка пешеходная. А тут, видимо, бордюр будет. Это же здорово все. Вот на этой стороне они были дальше. Еще не записалось. У нас вообще ничего. А я вот иду, ну, леса Мало-Тобольска. Вот кабинеты какие. Дома вокруг, через них видать. Вот так. И мы идем с фураганщиком. И вот пошел специально, чтобы сделать. Вот он заворачивает. Видно, что бордюр будет. Много работы здесь делается. Они как раз вот это вот до конца уже дошел у них. А они на этой стороне делали. Я дальше вот здесь снимал. Вот как раз здесь. А тут они уже привезли мелкую щебенку. Постилать будут. Укреплять, бетонировать. Я дальше покажу, как они делают. Это я в Барнауле. Видите, какие дома. Ростельхозцентр по Алтайскому краю. Молотобольская 6. Вот так. Вот какие деревья. Все это березы, березы. Я в Сакраменто был. И они говорят, как там вот эти березы растут, там показали. И привезли с России, как говорят. То, что все это прятали. Вроде не разрешают. Видите, довольно глубоко. А тут какой-то колодец был. Видно. Вот они здесь копали. И у меня не получилось. Ну, хватит показать. А тут асфальта толщиной в сантиметр больше нет. Вот мы сейчас выйдем с Молотобольской на Максима Горького. Нет, ну да. Ну так, проходи. Вот эти все бегают. Я рабочие. С юга. Давай. Нельзя. Фу. Да, бери. Папорт. Бросай палку-то. Я вот иду и все снимаю. Рядом. Рядом. Вот тут. Какие дома. Продам. Подожди-ка. Это дом продается. Телефон дается. Максима Горького. Прям. Прям. Тут ограда такая хорошая. Тут старинный дом. А то я иду сейчас к дому уже. Гуляй. Гуляй. Ну, вот так все. Уже не буду еще пахнуть. Сам большие дома. Сейчас покажу, где как ставят уже бордюры. Вот они, бордюры-то везде есть. И они не падают. Зачем, они глубоко зарыты. Хотел посмотреть. Там мальчик маленький. На колесиках. Видишь, он его отец приучает. Не пьянствует нигде. А здесь, рядом. А мальчик катится. Благословен Господь. Пошли. А вот теперь здесь вот они вырыли. И вот они какие по размеру закрывают. Видимо, что они влитые как будто бы здесь. Иначе зачем бы они их закрывали? Вот так же выкопано. Вот для засыпки принесем. Где-то асфальт этот собирали. Ну и щебень. Это вот здание большое. Какой-то ночной там пап называют. Какие-то, говорят, там бабы в голове лазили. По столбам. Не знаю. Мне эти сосед. А теперь он внезапно умер. Он хотел наши усадьбы там захватить. Как говорят. Ну, городская администрация сказала. Нет, этого не будет. И вдруг он умер. Жалко, конечно. Он мне как-то сказал. Вы, говорят, знаете, вот говорят, ну, везде евреев гнали. А была одна страна, где их не гнали. Я говорю, какая же это. За эту страну прямо обрадовался. Что народ Божий неприкасаем для них. Они говорят, Грузия. А он сам грузин. Я говорю, да вы что? Да. Тут она благословенная такая страна. Я когда слышу Грузия, у меня само слово благословенное притыкается рядом. Благословенная. Вот они как. Здесь уже слетело это. И вот она. Ну, видимо, так. Ва-а-а. Закрывают они вот что. Который бетон. Вот он у них. Вокруг. Вот он как бетон. Она делается шире, а потом задавливает. И все. И теперь этот копил, купил его усадьбу, эту, трехэтажный домик. И теперь там будет, говорит, аптека. Ну, вот так. В жизни все меняется. Это я уже иду по другой улице. О, Агрохимсервис. Улица Пушкина. Здесь сделали календарь, выпустили. Где каждая улица, в честь кого и тут писатель Толстого сидит на улице Толстого. Ну, красиво. А вон далеко синяя макушка. Это там 26, кажется, этажей. И труба та, которую я всегда показываю. Ее музей хочет как-то к ней прилепиться, чтобы показывать. Вот так. А это что-то еще делает. Идем вот по такой улице, простенькой. Одноэтажные дома, как будто бы. Ну, там что-то написано. Даже можно прочитать будет. Ничего не видать. Потом прочитаю дома. Ну, вот какие-то слова такие нерусские. Ну, что-то с техникой связано. Благослови их, Господи. Это все близкие наши соседи. Вон что, закрытые камнями. Это придагон. Ага. Чтобы не шевелить. И, видимо, не засухло. А, схватилось. Вон оно как. А-а-а. А вокруг-то доска была. Они не просто наложили, а вровень с дорогой, чтобы вверх этих, которые они туда положили-то. Бордюрные камни, назовем так. Вот Пушкин. Ой-ой-ой. Вот оно и с этой стороны. Это ясное дело, что там тоже, где показывали впереди, точно так будут делать. Барнолу все время хорошеет. Вот оно здесь. Тут, видимо, не будет близко. Что-то они зарылись. А здесь, вот здесь бордюры. На левой стороне. Ну, мы с ураганщиком сходим, он искупался. Палку бросаю. Я как-то сниму еще раз. Вот оно что. Теперь понятен весь процесс. Копают они маленьким, нешироким экскаватором. Землю увозят. А сюда уже, ну, конечно, оно будет хорошо у них. Вот оно какое дело-то. Как говорится, вот в чем дело заключается. Ну, что ты решил? Вот какие-то вышки, высокие-высокие вышки. Вот я здесь, рядом с вышкой. Ночью тут огни везде горят. Собаки. Старинные дома. Ну, может, не такие уж и старинные. Так, пошли ураган. Вот так мы прошли. Заснимется или нет. Вроде цифры бегут на экране. Ну, кто знает. А вот дальше мы уже идем. Сейчас я на ту сторону перейду. Давай сюда. Вот так. Ого. На длинный поводок можно. Пошли. А тут железная дорога заросла вся. Видно, что не пользуется. Ну, при случае, могли бы ее возобновить. Пошли. Недалека показать. Ричкворд. Так. Апорт. И вот мы идем. Уже ближе к дому. А там собачка все время привязана. Она завидует нашему ураганщику. А этот. Сегодня мы гуляем с ним третий раз. А вот эти ступени, по которым мы туда спускаемся. Тридцать шесть ступеней. А там дальше вода, видать. Как бы рукав тупой. Отоби. Все время лает на нас. И хвост отрубили. Это там какая-то организация. А какая, не знаю. Так. Бери. Пошли. Ну, а наш ураганщик даже не смотрит. Ну, вот мы приходим на свою улицу. Все. Дошли. Слава Богу. Колоночка наша. Говорили, уберут. Я так боялся. А они сделали лучше в несколько раз ее. Город хорошеет. И все улучшается. Благословение Господне. Я такой хорошей тюрьмы нигде не видал. Как в Барнауле. Хорошей, когда по кирпичику, говорит, разберут. Но это именно так. Тут расстреляли монахинь. И обхождение такое. Тут лечили я там был. Ну, не меня, других. Все хорошо здесь. Нашему Барнаулу мало городов. Которые так бы были благословенны. Так. 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 Так.